Приветствую, друзья! Вот вокруг изобретения века озарения по заказу. Вместе с Юлией Гусевой, руководителем Школы Луччи, будем обсуждать тему патриота как творческую личность 21.30. Завтра вечером Юлия пришлёт мне ссылку в Zoom, которую я дам завтра в группе. И любой желающий сможете в этом участвовать вместе со всеми остальными. Это будет просто интересно, замечательно, потому что в предыдущем ролике, когда я говорил об этом изобретении, чтобы каждый человек мог открывать у себя творческие качества и решать волнующие вопросы, и развивать изобретательское мышление, освобождаясь от штампов мышления, страхов, комплексов, стереотипов. Вы представляете, когда я говорил раньше о том, что нужно научиться нулевому состоянию, а нулевое состояние – это, знаете, древняя индийская философия, например, написано. «Атман есть Брахман». Что это означает? «Атман» – это когда человек конкретно со своим эго, со своими шаблонами мышления, стереотипами, подражанием, авторитетом, ну, как машина. Он выходит вот в это состояние, которое Тесла называл абсолютом, я так думаю, он называл это абсолютом, которое я в своё время описал в книжке, ну, давно ещё, на моём сайте «Стрессу» это там описано, что это нулевое состояние, раньше это в 90-м году в книжке ключ себе ещё описывал, как нейтральное состояние, как коробки передач автомобиля, через которую человек скорости переключает, он проходит через вот это вот освобождение между, ну, то же самое происходит между нейронами мозга, когда человек выходит в нулевое состояние глубокой, душевной, безмятежности. И вот это как всё вместе, как всё вместе в этом изобретении, я хочу вам напомнить, что в своё время очень близкое было к этому гипнопедия, если кто помнит, это как во сне люди учились, да, иностранным языкам, например. Ну, представляешь, включает магнитофон, засыпает и учится, и учится, и с каждой ночью он вдруг просыпается и столько слов уже знает, а другие не могли, они просто засыпали, поэтому гипнопедия угасла. Разобраться не могли, одни очень хвалили её, а другие никто не хвалил, наоборот ругали, потому что одни просто попадали в ноль, потому что засыпает и в ноль попадаешь, и там мы оставались и воспринимали информацию, и быстро учились. На этом потом построилась методика, которую преподавала Китай-Городская. Ну, короче говоря, много чего было на этом сделано, просто не все так называли, не все так просто объясняли, как я сейчас объясняю, в одном коротком ролике. Ну, это было всё по-разному, это по-разному называлось. И основная ошибка общения людей, знаете, ещё и в чём? То, что кажется человеку конкретному очевидным, другому вовсе так не очевидно. Да, вот вы напишите какой-то коммент, думая, что все окна домов смотрят только на вас, и всем всё понятно, что вы написали. Нет, непонятно. Поэтому надо писать понятно, коротко, но ёмко, находить слова, а это уже изобретательское мышление. Короче говоря, мы с Юлией Гусевой будем говорить о том, как развивать творческое мышление, изобретательское мышление, и вот будем вокруг вот этого моего изобретения. Озарение по заказу, которое вызывает сейчас массу таких вопросов. А почему вы не выдадите прямо сейчас это изобретение? А я говорю, не могу сейчас прямо выдать, пока не будет большего числа подписчиков. Чтобы не было манипуляций со стороны некоторых, которые захотят управлять теми, которые ещё не знают, не читали, не видели. Ну, чтобы не было вот этого хаоса очередного. А вот завтра как раз-таки мы с Юлией Гусевой, руководителем школы «Луч», вместе с участником её школы, и вами, кто захочет, в 21.30 будем обсуждать эту тему, я скажу кое-что необыкновенное. Ну, Юлия скажет кое-что необыкновенное, потому что только недавно, как она мне написала, они обсуждали развитие личности. Так вот, вопрос мы такой с ней сформулировали. Да, патриот – это творческая личность. Мы решили, что, конечно, творческая личность, потому что, ну, почему, это вы узнаете завтра. Завтра в группах я разошлю Zoom, который она мне пришлёт любезно, и мы все там узнаем кое-что весьма полезное и весьма интересное. И будем тогда на самом деле патриотами, а не машинами, которые подражают авторитетам со своими комплексами, стереотипами. Ну да, да, друзья. Узнаем всё это завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok